Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наболевшие вопросы» и я ее ведущая Татьяна Друбич. Наша программа не о медицине, как науке о болезни, а наша программа о человеке и о том, что для него главное – здоровье. Сегодня в нашей программе тема, которая наверняка волнует очень многих. Мы будем говорить о родах. Как и где рожать сегодня, в 21 веке. Воспользоваться новейшими достижениями медицины или, напротив, вспомнить об опыте бабушек, которые рожали так, как подсказывала природа. Итак, тема сегодняшней программы – где безопасно и комфортно рожать. Давайте посмотрим на экран. Наверное, в каждом домашнем альбоме есть фото мамы с младенцем у дверей родильного дома. Однако в последние годы в России около 5-7% детей рождаются вне стационара. И видеокамера фиксирует даже первые секунды появления малыша, но не в роддоме, а в его родном доме. Сторонники таких родов называют их естественными, следуя примеру наших прабабок, рожавших младенцев в поле или дома с помощью повитух. И все больше беременных решаются на этот эксперимент. Часто они объясняют, что не хотят сталкиваться с грубостью и халатностью в роддоме. Но врачи категорически протестуют, считая домашние роды опасными и для ребенка, и для матери. Как поступить будущей маме? Какой выбор сделать, чтобы роды из радостного события не превратились в печальное? Я хочу представить оппонентов. Сегодня за столом у нас Ломоносова Евгения Константиновна, председателя общественной организации родителей, выступающих за естественные роды и сознательное родительство. Называется это организация рождения. Я бы хотела сказать о том, чтобы у женщин было право выбора. Право выбора рожать в том месте, где она хочет, и при этом получать квалифицированную помощь. Право выбора рожать с семьей, право выбора рожать с мужем, право выбора рожать естественно. Евгения Ломоносова закончила два московских вуза. По первому образованию инженер-энергетик, по второму психолог-социолог. Ведет психологические тренинги, помогает людям добиваться успехов в карьере и раскрытии собственных способностей. Сама в этом преуспела. Прекрасно поет, прыгает с парашютом, увлекается турпоходами и фотографией. Мать троих детей, младшему Грише 8 месяцев. Возглавляет общественную организацию «Рождение», объединяющей родителей, выступающих за естественные роды и сознательное материнство. Новиков Борис Николаевич, профессор, доктор медицинских наук, главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга. Сейчас, я думаю, ни страна, ни Санкт-Петербург, и Москва, я в этом убежден, они не готовы к тому, чтобы широко пропагандировать и внедрять роды на дому. Или то, что вы называете естественными родами. Борис Новиков, потомственный петербуржец. В детстве не думал о профессии врача. Его влекла математика. Но по совету родных поступил в Первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова. И ни разу об этом не пожалел. Сейчас свои альма-матер преподает на кафедре акушерской гинекологии. Профессор, доктор наук. Три года работал в Африке, в республике Музамбик. Последние 12 лет главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга. Сын и дочь Новикова тоже врачи. Оба кандидаты наук. Но выбрали другие области медицины. Борис Николаевич отлично готовит. Его карп в белом соусе, говорят друзья, выше всяких похвал. Для меня вопрос номер один. Что такое естественные роды? Я не очень понимаю. Для нас естественные роды, за которыми, собственно говоря, боремся и выступаем, это роды без медикаментозного вмешательства. Это роды, которые проходят столько времени, сколько необходимо. Это роды, которые не стимулированы. Это не кесарево сечение. Если беременность протекала нормально, я так понимаю, и там нет никаких, так сказать, госпитальных показаний. Об этом и речь. Естественные роды, наверное, могли бы проходить и в каком-то родильном центре. Они могли бы проходить даже, наверное, в стенах роддома, если бы роддом обладал возможностью подходить индивидуально к роженице, не лежать во время схваток, стоять на четвереньках, если ей так удобно, сидеть на мяче, как угодно. То есть те позы, которые позволяют ей обезболить этот процесс. Я так понимаю, Жень, вы рожали дома. Третьего ребенка, да. Борис Николаевич, вам слово. Мы тоже за те роды, которые не требуют вмешательства. Мы против необузданного применения операции кесарево сечения. Мы против того, чтобы проводилась необоснованная родостимуляция вот той же родовой деятельности, извините за эту птологию. Но в жизни все складывается таким образом, что роды, будучи процессом физиологическим, требуют внимания. И они требуют внимания квалифицированного. И обеспечить это может родильный дом. Вы говорили, например, о том, что нужен индивидуальный подход. Я могу вас пригласить в любой из родильных домов. Я не знаю, вы из Санкт-Петербурга или, может быть... Я из Москвы. Вы из Москвы. Замечательно. Останьтесь еще на день, на два. Мы с вами посетим, и я вам покажу индивидуальный подход. И родим за этот день. Чувствую, что вы рожали очень давно. И имеете весьма туманное представление о работе родильных домов. Это же Женин сын сидит. Восемь месяцев. Нет, так вы рожали-то дома. Вы давно не были в родильном доме. Борис Николаевич, я была в женской консультации. Я пришла с третьей беременностью, да? 16 недель беременности. Я уже такая вот пузатенькая. Я захожу в кабинет. И открывают двери. Меня спрашивают. Женщины, вы не пометитесь. Вот эти вот знакомые такие интонации. Я говорю, я беременна 16 недель. Аборты оформлять будем. Вот этим мне сказано все. Вот эта клевета с первого до последнего слова. Татьяна, правда на нашей стороне. Видит нас Господь. И видит законодательство, и видит министр. Я не знаю, что у вас видит, Господь видит и меня. Секундочку, я вас не передавал. Я вас очень внимательно слушал. Это ложь от первого до последнего слова. Спросите любую многодетную мать. Любую третью беременность ей начинают предлагать насильно практически аборты. Вот сидит многодетная мать. Я хочу, извините, представить. У нас в студии Щербина Лариса Анатольевна, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог первого роддома Санкт-Петербурга. Самое главное, что это мать детей. И мама троих детей. Сыну 17 и последнему сыну 5 лет. Вторые роды были очень трудными, очень тяжелыми. И только благодаря тем докторам, профессорам, акушеркам, педиатрам, нянечкам осталась жива я и остался жив мой сын, который сейчас заканчивает школу золотой медалью и обязательно будет поступать в наш первый медицинский университет. И мы из него сделаем акушер-гинеколог. Ну я подумаю на эту тему, Борис Николаевич. Но вот последние роды доставили мне самое большое удовольствие, потому что здесь, на родах, за все эти годы акушерство изменило свою точку зрения по отношению к родам. На последних родах со мной мог быть и был мой муж. Эти роды были замечательными, они были домашними, но они были обеспечены всем. Я знала, что меня спасут. Это важно. Это важно. Лариса Анатольевна, я вас поздравляю, что действительно у вас такая замечательная семейная хронология. Но дело в том, что все-таки это точка зрения врачей. У нас в студии мать пятерых детей. Это Златкина Елена Анатольевна. Да, я хотела бы ей дать слово. У меня пятеро детей, как уже сказали. Троих я родила в различных роддомах города Санкт-Петербурга. Двое последних домашние дети. Ну, первые двое родов, это были роды в потоке. Я ими была очень недовольна. Меня смущало веселье, прежде всего медицинского. Третий ребенок, он был уже рожден в так называемые семейные роды. Это был предварительно заключен контракт, заплачена крупная сумма денег. Врач была очень дружелюбна на предварительных беседах. Она, безусловно, обещала мне все то, что мы здесь уже слышали. Естественный подход, свободные позы, свободные роды. Когда я приехала рожать ребенка уже со схватками, я не получила ничего из этого. Врач провела роды так, как было удобно ей, к сожалению. Это было в 2000 году. Прошло 7 лет, простите, я не верю, что за 7 лет эти люди, ну, душу свою поменяли, которые там работали. Вы второй человек, которого я тоже приглашаю. Я не сомневаюсь, что это прекрасная палата, что вы проведете образцово-показательные роды. Но это будет экскурсия. Душа моя, это никогда не пойдет в Москву. Это неправда. Поезжайте в любой родильный дом в Санкт-Петербурге. Я думаю, что то же самое и в Москве. Речь идет о системе родовспоможения по всей стране. Вы прекрасно знаете, что она, именно система, которая работает сама для себя. Когда роженица поступает в роддом, у нее есть только какое-то определенное время. Она должна родить либо до конца смены, и ей дают акушерский сон, чтобы она там перешла на другую смену. Это моя история. Не надо мне рассказывать лично, как это проходит. Сегодня получилось так, что...